Продолжение следует... 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 и обе якости свителя за данным административным проведением. У нас до нього є висновок фахиста судово-медичної експертизи, за яким встановлено, що за наслідками подій, яка відбулась у протоколі 2-го 11-го, були нанесені легкі право нашкорження саме по даному епизоду з боку працівників подробної поліції. Дякую за перегляд! 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 Нет. Предупредили, что сейчас вам надет наручники? Нет. Скажите тогда, а какой результат, почему от алкогольного обвинения вас не провели? Они же вроде подразумевали, что алкогольное, вроде с рапортом. Потому что они не увидели узнаки потом, когда уже ступили. Ага. И драхер вам так же и не предлагали уже? Только вы надели, но приехал старший, сказал на моем узнаки. Старший? Смена или кто-то помню. Но другой, пожалуйста. В которой вы требовали. Давайте так, спочатку. Вы сказали, что у вас больше процедуры комиссии. Здесь еще не помните его. А вы просили низкое посвящение, правильно? Да. Или у вас еще есть вопросы? Еще по документам. Вы надели документы или каким-то другим шляхом они заводили вам? Я предоставил документы для знакомления. Он мне выкручивал и убежал. И весь этот час выкручиваете документы? Да. У полицейского документа я собрал документы. То есть вы сейчас что-то показывали? Какие действия у вас? У вас идет аудиофиксация. Если вы находитесь, вы можете объяснить? Я в руках своих показал ему свое водительское расстояние. Не передавали полицейскому полиции? Протокол? 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 Пояснил полицейский, почему он в протоколе не означал, что у вас вы улучшены документы и само посвящение? Нет, у меня вообще этого не говорилось. Все. Ну я дайте мне такое место и все. Спасибо. Да, спасибо. Давайте продолжим. Вы сказали, что вы ехали за дорогу Сталинграду, повернули до себя в свой микрорайон. После чего вы увидели полицейское авто с проблесковыми маячками, которые требовали за дорогу Сталинграду. Вы слышали, какие транспортные дела сегодня присутствуют? Называли ли он марку автомобиля? Нет, я не слышал. Ну, что кто-то кричит, микрофон остановится. Я посмотрел, никого нет. Я ее остановился. То есть вы посмотрели на каких-то других прохождений? Нет, это уже частный сектор, там уже никого. То есть там был лишь ваш автомобиль? Да. Вы сказали, что приехали в 15-м, забралились. После чего до вас подошел в рабочий полиции и попросил вас подъявить водительское посвящение. Да. После чего вы, как выяснили, что показали ему в туманчик в руках? Да. А что дальше было? Он выходил. У меня водительское удостоверение. А знаете, кто это такой? Кто из... Да, я скажу фамилию. У нас короткая фамилия. Дукач. Дукач. После этого Дукач... Это должен быть вторичек. Вы подъявились в индийское посвящение. Еще дальше было? Я убежал. Ну, отошел. Я не видел, когда он убежал. Про Сосовский Сечен? Да. Я говорю, зачем вы меня забрали посвящение? Он говорит, вы пьяный. Я не помню точно, как это было. Он говорит, вы пьяный. Я говорю, я не пил. Пожалуйста, проверяйте, сделайте что-то. Это не сломать. Я объясню, если вы не поняли, почему я доеду. Я говорю, я ничего не слышал. Но, как это ничего не слышно? Потом, когда я увидел машину их, некогда стоящая возле моего двора, я говорю, у вас даже металли, синие, только они красно-синие, которые меня не обвязывают останавливаться. Почему не остановились, я вас не слышал. Когда услышал, остановились, и мы анатолий. Дальше я начал предъявить водительское удостоверение. Вин-Види и шоу? Вин-Види и шоу. Или что вы делаете, что вы будете писать протокол там? Это нет ничего, и уже месяц прошел. Я бы полно это так пояснить. Потом я говорю, что мне надо зайти домой. Вот документы все равно... Водитель власть и прямо распространены. Да, вот, ну вот, блин, как стул. Вы повидумали, что это ваш выносит? Да, да. Что мне только дома сидеть, надо ее взять или выйдать, будем со старых выбор, такого, как вы хотите. Когда я хотел идти домой, меня вот это сзади схватили, повалили и... И надели наручник. Я говорю, у меня от ручки дома осталось, и ничего страшного появились. Я как-то попытался позвонить жене, чтобы она хотя бы знала, что это происходит. Сосед мне помог, они выбили у меня телефон из рук, когда я пытался. Еще до этого, еще, ну, еще не было наручника. На полу, потом, я попросил соседа его поднять, он его поднял. Ну, а Петрел там стоял, когда перейдет был. Я не помню. Но момент задержания... Да. Не того. Почти с самого начала, я не помню. Ну, почему я не знаю. За какого часа у нас не отряда это было? Ну, с первых минут он попросил. Потому что он видел, что весь этот диалог, он сошел. Вы спецранили, без разбой? Да. Ну, ну, видел, в мигалке подъехали, наверное, нас в саду. Да. Зазначил еще раз, вот делал инкорданты и газовый ровно видел. Ну, мы запихнули в машину, еще пытались мне баллончиком задуть. Но этого не сделали, потому что... Вы пытались баллончиком задуть? Спецрестов применил, газовый баллончик. Но так как я был в их машине, они не захотели себе машину. Фачки были. Далее. Далее мы поехали в район. На полиции? Да. Мою машину просили, я вас не думаю ответ. Приехали в район, сняли с меня наручники и начали составлять. Все, я не знаю, сколько они там составляли. Это уже в большом смысле. Вы просыпали противники полиции. Вы мне представили? Нет. Вы сняли вам причины или что-нибудь? Нет. Ну, нет. Куда ты спешишь, куда ты едешь, почему меня остановят? Да, в начале культуры, ученики были предложены? Нет. Так, протокол уже спрашиваю, с посреди моим видео. Да. Собидь в корму. Еще, в первой части обывалось, в амбразии с прованцией, в амбразии с прованцией? А не, поскольку свидетелей, что я не отказываюсь проходить Наркотическое наследство и посредительство. Дальше мы позвоним какому-то адвокату. Этот линейку мне иду, или двух, очередной второй партнер. Купки. Протокос подавлены, какие-то спортивные, кто вас привозили в районе, или экипаж. Экипаж, да. А еще он мне сказал, что в момент, когда он мне одевал наручники, он разбил часы, и поэтому он не будет уйти. На, я сформировал. Ковтуненко. Дугач. Женщина. Ковтуненко. Сказал, что у него такие проебочки какие-то, что он их разбил, когда он мне наручники одевал. И что я ему должен был? Убили часы? А? Свои часы? Свои? Ну, мои просто порвались и упали на землю, да. А то, что они стоят восемь тысяч, теперь я ему должен восемь тысяч. Но это нигде можно только найти, в этом будет. Так, понятно. А склады, склады, протоколы и новую неделку надавали ли вы поясни? Поясни не надавали уже. Поясни не надавали уже, поэтому составляли остальные протоколы все в наркоцентре, на улице. То, кто после протокола складывался ненавален. Один какой-то протокол писался в нарядье. Какие самые? Памятая? В материалах, которые надо делать хуже, и убрал. У меня желтый пепел. Да, у меня желтый пепел. Есть протокол про административные протоколы, которые у вас не имеют. Ну, проекте, их мы не имеем, мы не можем как-то досенсировать. Ну, тихо. Есть еще вот стук, достану, например, варь. Это что? Это приподнестановка, это непокоро. Нет, честно говоря, я не помню. Потому что мы на них выбили очки, и я как бы уже подписывал, когда приехал, а Жена мечтала, что там написали. Подожди, у вас же друзья открытал, когда вы выбрали. Да. Сразумело. А еще протоколы кирилл-органи? Какие-то еще два протокола составлялись уже непосредственно на наркоцентре. Ну, на улице. То есть, после района выделка, вы поняли на наркоуличный центр для опроводания выделя на установку университетов, правильно? Наркоточного. Наркоточного? Да. Вышли отцей украсть? Да. Еще после целого дела у вас? Мы вышли оттуда. Они сказали, что если ничего не найдут, то мы с вами больше не встретимся. Если найдут, то дали еще какое-то направление на рассмотрение очередного. И еще один протокол. И в машине еще составили протокол. И, по-моему, этот протокол, который, этот длинненький, из принтера. У него уже постановлено. Постановлено. Чем нужны у вас какие-то видеозаписы, аудиозаписы? Можен ли у вас какой-то регистратор у вас видеозапис? У меня есть только регистратор, когда я ехал домой. Потом я выключил зажигание, он выключился. Там не видно, что ключи ли они идти. Но проговорите только на регистраторе у меня. А не, как они говорят, что мы тебя преследовали 5 километров. То есть у вас какой-то видеозапис за видеорегистратор, который находится у вас в автомобиле? Да. Там ничего не видно, что было дальше, когда я остановился. Ну, вы знаете, что там еще есть чуты на... Там чуты, как они мне говорят уже возле дома, что я должен остановить машину. И дальше он выключается, и ничего от этих вот событий не видно. Спасибо за субтитры. Ну, таких нема питаний, в целом, основной церкви на видео, зазначено, видео выражение и выражение... Я считаю, что данный административный протоколок, я таким, что складывание с порушением договора действующего законодательства, Кодекс СУП, да и також СУП, да и национальную полицию. И, соответственно, к указанному протоколу, я хотел бы нагласить заперечение в связи с тем, что есть и за сместом, и за складом отсутствие вообще данного склада административного протокола. Как видно из протокола, согласно этому, 2.11.2019 года, часть, место данного скульного правопорушения не визначено в данном протоколе. Зазначено, что с адресом Віста-Парків, в улице Уловска, 54А, на законную вимогу полицейского, Малов Сергей Олександрович про то, чтобы прекратить исправить правопорушение, никак не реагировал и продолжил исправить правопорушение и исправить гражданский порядок. Чем исправить правопорушение, визначенное статьей 185. Доследовавши матеріалу судового справа, след прийти до висновки, что в протоколе Продолжительное правопорушение не раскрыто судность уместительного правопорушения, не зрозуміло, как самовчинено действие, что свидетельствует о непокоре законного распоряджения о мове вимозе полицейского при выполнении службовых и по языков, и в чему полягало порушение. Согласно к ст. 256 Кодексу Украины Продолжительное правопорушение, протокол Продолжительное правопорушение обязан местить частко. У нас протокол не містить часу скоюння, який полицейский мав намір внести та на якій годині він вважав, що нібито є ознаки административного правопорушения, що в свою чергу отбавляє суд в межах повноваживати, змінювати або керевувати фабулу протоколу шляхом прояву припущень. Більш того, протокол містить информацию, яка не підтверджена жодним процессуальним рішенням суду щодо наявності притягнення особи до административної відповідальності за ст. 184. Порушення ст. 251 Кодексу до протоколу Продолжительного правопорушения за крема Закону України про національну поліцію, інструкцію затверджено наказу Міністерства внутрішньої справи, то знайшло свого підтвердження у нас вступному. Порушення зазначення нового закону в матеріалах справи надано на рапорт, адресований начальнику Ганісянову, якож справ 5, який не відповідає вимогу закону, тому що він не має відмітки про входження реєстрації, та не має віділи посадової особи, які є адресовані. Вхідно до наказу Міністерства внутрішньої справи 740.23 серпня про задержані інструкції з діаловодства системи Міністерства внутрішньої справи, пунктом 2.4.9, визначено працівникам органам внутрішньої справи, незалежно яких слухово стануючи, забороняється приймати для виконання незареєстрованих підрозділів документального забезпечення документу. Також слід зазначити, що в факулі протоколу не зазначено, яке саме порушення повинен був припинити громадян Маслов, та яке саме правопорушення ним було продовжено. У разі суб'єктивного погляду інспектора щодо наявності ознак правопорушення громадського порядку, то оглянути відео спростовують наявність таких ознак. Тим більше, вони, згідно до вимог Кодексу України і Продинційного правопорушення, мають кваліфікаційні ознаки за статті 173. При що не склана на жодного протоколу у зв'язку з відсутністю правових на токі став. Це аркуш справа у нас три. Згідно до інструкції щодо оформлення поліцейських матеріалів, затверджені наказами світовночних справ, адміністративний протокол вкратається і посадовою особою, якою було проведено безпосередньо спілкування, з особою, який підозрюють у вчиненні адміністративного пропорушення, але відповідно на них матеріалів. У протоколу складається інспектором Кравченко Катерина В'ячеславовна відповідно до Малова, що в свою чергу спростовується відеоматеріалом з нагрудної камери поліцейських чоловіків Коптуненко УВ і Дукач ЄВ, якими було застосовано фізичну силу та спеціальні засоби Кантанки до людини. Більш того, відповідно до закону України про національну поліцію, визначено, що поліцейська зобов'язана заздалегідь попередити особу процесування фізичної сили, спеціальних засобів, його генебральних зброї і надати їй достатній час для виконання законної вимоги поліцейського. Це стаття 43. Але і в порушенні даного закону поліцейським зазначена недостовірна інформація у рапорті «Акку справу 5», що нібито до Малова було заздалегідь попереджено, що до нього будуть застосовані спеціальні засоби Шайдана. Недостовірна інформація з боку поліцейських Кравченко підтвердилася також і відеоматеріалами, що міститься у матеріалах справи судової «Акку справи 6». Слід зазначуєте, що Малов заздалегідь запитав у інспекторів, чи вже сприймано його, а що поліцейський не зазначив про таку процесуальну ділю. Особливо слід придалити, що поліцейський не повертав гадійське посвідчення, на що останній бажав їх повернути, так як поліцейський силой виходив з рук у Малова. Його особистий документ, який повернув лише у відділенні поліції після спливу зазначеного часу. Тим самим незаконним шляхом в порушення в умовах норм ККПП, Закону КППП, отримували без відповідного форму щодо процедуру тимчасового виручення. Крім того, слід зазначити, що юридичний склад адмістинного правопорушення ще передбачений нормами права комплексу ЗНАК, за наявності яких певні протиправні дії можна кваліфігати як адмістинний проступок. Саме правопорушення визначено у статті 9 ККПП. Відповідно до вимог ККПП, визначено фабула правопорушення, у якому не зазначено, яке саме правопорушення був припиняти громадянин МАЛОВ, та яке саме правопорушення ним було продовжене. Не може бути визначено їх зліснення покору статті 185. Бо відповідно до статті 185 ККПП, передбачає адмістинна відповідальність за зліснення непокору законового відпорядження або в інмозі поліцейського. Для виконання і вирішення питання, чи було дійсно складно адмістинне правопорушення, особливо вагу прошу звинку на склад даного правопорушення, Адже, соответственно, в ст. 247 пункта 1, проведение о справе правительственного правопорушения не может быть распечатано. Розопочатый подлягает закрытию раз в отсутствие подъек и складывания местного правопорушения. В частности, возможным элементом складывания местного правопорушения есть объективная сторона правопорушения, как выражается у известно и непокорья, то есть обmога выполнять законы распоряжения или вимоги полицейского. Так, данное правопорушение обовязково предвечает наявность законной вимоги співробитника полиции. Вимога полицейского товара распоряджения юридична, рівнознаточна, наказа. Но в протокол проценки правопорушений должны были изображены, какие законные вимоги были висунуты правоцаревниками полиции. Кроме того, особенностью вимоги, складывающей правопорушения, должна быть и субъективной частью, которая поляга в ускорблении этих вимог. Висунута вимога правоцаревникам полиции, у которой не означено, что правоцаревникам полиции, которое самопрохождение не было продолжено, есть безпредставно и незаконно, так же, что не отвечает действительной обстановке, которая произошла 2.11.2019 года. В протоколе не вказаны исследования, что произошло 2.11, который был доступен и которого зафиксировано за помощью видеофиксации на грудной бодекамере. Протокол затримания, как и справа, действительно используется информацией, которая не отвечает действительности. Так, час затримания 17.15 хвилин, неспростовується в Вільне, на кого физическое сило Домоглова здействуется у 17.30 хвилин. Слід зазначити, что в Геннадий Украинского суду справ людей, несправедливо в справах Лучанинов против Украины, Карьев против России, Малафей против России, в этих справах суды должны быть неупереженными и безсторонними. И не в праве самостоятельно изменять на шкоду особи формулювания правопорушения, выкладенного в фаболе протоколу предоставленного правопорушения. Суд также не имеет права самостоятельно отшуковать доказы виноватись в суду, в чинении администрации правопорушения. Сколько таким чином неминуче перебиватиме на себя функцию обвинувачивания, возбавлять статусу належного органа правосудия, что есть преступление в статусе 6 Конвенции про защиту права человека и права свободы. Виходит из нового, но следует пойти к выяснему, что данные, выкладанные в протоколе предоставленного правопорушения, належные или непрережные, и тем самым включают наявный склад предоставленного правопорушения в статте 183, как действует МАБУ. В соответствии к статусу 247 проваленную справа не может быть распространена, которая подчастливает закрепление заявской отсутствие в действиях сковородов. В связи с этим, и на статье 284, то есть по справе орган посудового особи выносит одну из таких постанов про накладание, процессование захода в плену, або про закрытие справа. Для таких обставин, надавали партнерам полиции указанные доказы, не свидетельствуют о том, что в действиях Малого Сергея Александровича были в чинении объясненного правопорушения, вызначенные статтею 185. Слід вынотували на чисельное порушение при складании формирования указанного безусловної справи. Порушение элементарных улучшений на законодательство с блогу працівников полиции. Для таких обставин, как и больше, выделено. Кажется, статей 247. Прошу за критопроважную справу, не свидетельствуют о порушении в отношении Малого в связи с присутностью складывания стильного порушения. Значение заперечения с улучшением до материала справы. И для него еще есть доказ, куда можно вырешено, залучайте. Это выяснение эксперта про то, что особенно было действиями работников в полиции, нанесено легкие телесные улучшения. В связи с тем, что мы были надеянные факты дайданки, а безусловно прокуратура, за оглядом видеоматериала, который был надан им, и безусловно заявка, и дослеженные протоколы, выявлено склад криминального улучшения ст. 365 ч. 2 Криминального опыта. В связи с этим, в руководстве доказа, самая виноватность полицейских и фальсифицирование данных административных протоколов, есть предоставы для закрытия проведения для предоставок частины 1 пункта 1 ст. 247, самая зависимостью подъятия складов у особи, на которую складаны с этим, в основном, на территории. Спасибо. Устанавливаю Вашу услугу без запрошения легкости свитка за попытанием представника Манько. Устанавливаю Вашу услугу. Назовите свое прозвище, имя Бабарьков. Хорошо. Вместе Вашей работы это адресы проживания. Я сейчас пенсионер. Пенсионер. Проживаете за эту адресу? В адресе реестрации проживают? Да. Спасибо. Уважаю Вашу услугу. Украинскую мову вы понимаете? Неважно. Я Вам объясню Ваше право. Давайте объясниму той мову, которую Вам удобно. Если мы будем понимать эту мову, Вы можете раздавать ее. Вы можете объяснить. Вы выбрали к суду для дачи пояснений. Зараз задается справа про административное правопорушение, направленный протокол до субы в отношении Малова Сергея Александровича за ст. 185 КУА. Вам відомы особи, которые находятся в зале? Да. Кто самый? Это мой сосед. Кто самый? Сергей Александрович. Малов, так? Да. Призвище его знаете? Сергей Александрович. Призвище. А по имени не знаю. Малов Сергея Александровича, это особо вы знаете? Да. Это Малов Сергея Александрович. Вам объясняется ваше право использовать себя в основном за самую випадку такой необходимости и обязанно рассказать правдиво про те обставины, которые вам известны. Вам это понятно? Да. Понятно. Важаете мне дать объяснение? Так же вам объясняется положение ст. 63 КУА. Что вам объяснить с того, что вам відомо про подеи 2 листопада 2019 года? Это был вечер, слышал шум какой-то. Вышел на улицу, смотрю. Называйте место, дату. По-моему, прыг. Вот. То есть через дом. Мы практически соседи. В вечернем раме выключили какие-то шумы? Да. Вышел, это самое, смотрю. Сергей Александрович... Шум лет выплывался. Как? Это и шум лет выплывался. На улице. На улице. Даже забыли. Ну, у меня собака, она шум подняла, я выскочил. Смотрю. Сергей Александрович вот здесь свои калитки за ручку держится. И полицейские, как их сейчас называют, начинают его отрывать от двери входной. Я говорю, ребята, что вы делаете? Он дома. Он уже дома. Он, говорю, абсолютно трезвый. Вот. Он, говорю, он наружил это самое, на Матросова. Я говорю, здесь не Матросова, здесь улица Лоская. Я говорю, что для этого надо это самое. Он попросил позвонить по телефону своей жене. Полицейские выбили с рук его телефон. Начали его эти самые, кандалы одевать. Я поднял, говорю, вы сейчас телефон на... Вы скажете, уго, одевать? А? Уго, одевать, что одевать? Не понял. Вы сказали, кандалы одевать. Что это значит? Это кандалы, это наручники. Так, вы должны подожить. Вот. Я говорю, вы сейчас телефон раздавите. Вот. Поднял телефон, они на меня начали наезжать. Отдай телефон. Я говорю, человек хочет позвонить своей жене. Ну, забрали они уже этот телефон. Вот. Его потянули в машину. Я говорю, что вы делаете? Я говорю, вы водите, в окно видят вот эту всю картину. Вы что-то? Красиво или что? Это не твое дело. Все. Скажите, пожалуйста, проинформировали лицо о том, что он что-то нарушил? Полицейский лицо в этом процессе? Сказали, что он нарушил правила дорожного движения. Я говорю, где? Они говорят, на Матросова. Я говорю, это лицо вон. Еще какие-то нарушения они сказали, что он какие-то совершает нарушения? Нет. Он продолжает совершать нарушения? Нет. А вот такой еще вопрос. А было ли предупреждено лицо, что ему будут надевать это нарушение? Нет. А может, вы слышали, что полицейский говорит, сейчас я буду к вам преуявлять, застосовывать, ну, физическое насилие, силу буду применять? Нет. Они вот сразу, практически сразу его начали это самое. Я же говорю, выбери телефон. Вот. Я говорю, это самое. Я хотел всего, я не знаю его телефон жены. Вот. Я говорю, они говорят, пользуйся своим телефоном. А этот новый, этот самый. Ну. А кто именно, может, вы помните, мужчины, женщины были, присутствовали на месте? Двое мужчин и женщина. Женщина такая, ну, не очень высокого роста этот. Еще вопрос. Подскажите, может, вы видели, кто конкретно применял физическое насилие к лицу? Вот. Два мужчины. Двое мужчин. Двое мужчин, да? Да. Да. Женщина не в этот момент где находилась? Нет. Нет. Она рядом была, но... Ага. Было ли какие-то цифры, может, вы слышали, названы вслух, что вот, а вот лицо нарушает там какой-то там, какой-то циферный набор, там, такой-то статью? Какие-то статьи назвали вслух? Нет. Ничего не назвали. Не называли. А было ли, может, вспомните, полицейский говорил такое, что общественный порядок нарушается, вот мы его сейчас будем восстанавливать? Перефразую. Что вы говорили полицейский? Что вы чули? Давайте причинаем все, а потом это уже больше конкретнее. Ну, что? Не единственное... Вы чули, вы вышли. Что? Что отбывалось? Я увидела, что он держался за дверью, его отрывало. Что в этот момент вы говорили полицейский? Взагалі, на протязи вашего движения? Ну, он попросил позвонить жене телефон. Ну, так вам подошел тогда, да? А? Нет. Сначала он попросил у полицейский позвонить со своего телефона, он вытянул телефон, полицейский выбил этот телефон с рук. Я говорю, что вы делаете? Вы сейчас его, говорю, разобьете. Слушай, а что вы говорили полицейские? А что нет? Ничего не говорили. Они ему руки заламывали. А что вы говорили полицейские? Он вам задавал несколько вопросов, что самого не говорили. Да ничего. Вы же права разъясняли. Какие права? А чем права? Ну, начали скрутили, засунули в машину. Вы знаете, что там происходило? Вы у нас есть свидетельство. Я говорю. Мы вас спросили, что говорили и кто говорили. Вы сказали, что мало просил позвонить. Да. Дозволите звонить. Да. Дозволите дружине. Что дальше происходило? Ему не разрешили. Выбили телефон. Я этот телефон подобрал. Я говорю, я сейчас наберу этот самый. Они у меня тоже этот его телефон у меня забрали. Забрали. Вот. Я говорю, что вы... Пояснивали ли они какие-то свои действия? Что-то говорили? Ничего не нет. Можливо, малого что-то они разъяснивали. Вы что слышали? Якись разъяснение, пояснение? Можливо, какие-то беседы между... Ну, во-первых, они его сразу потянули в машину. И все. А у меня вот вопрос по окончанию, вот, как потянули в машину, были... Подошли ли вам полицейские и попросили ли у вас ваши персональные данные, так как вы стали свидетельными? Нет. Я им сразу предупредил. Я говорю, вы нарушаете закон, это так не делается. У вас нет ни постановления, ни суда, ни прокуратуры. Вы начинаете избивать человека на улице. Вот. Практически его дома. А про дочь что-то малого говорил в этот момент? Что он говорил про дочь вообще? Ну, что ребенок дома один. И что полицейские что-то отреагировали как-то малолитом? Нет. Я им говорю, ребенок, он смотрите, в окно смотрит, что вы издеваетесь над отцом. Ну, основные моменты мне понятны. В принципе, остальное все подкрепит видео. Все, у меня больше свидетельных данных мало. Зайка, пожалуйста, скажите, пожалуйста, с якого часу, в який момент... Или у вас запитания мало? Нет. У вас какие запитания? Не знаю. С какого момента вы были очевидцем в воде? Вот как только вышел... Вы почули какие-то шумы? Да. Вы вышли. И что в этот момент... И вот это вот, смотрю такую картину, будем говорить. Я не говорю их полицейскими, двое мужчин, вот, начинают это самое. В человеке были одягнутые формы и не имеющие? В форме были. Ну, сейчас их форму не поймешь. Она вся черная, будем так говорить, от приведения. Какие отличительные знаки были на этой форме? Только вот этот вот, как она... На крупный знак? Да, и все. Что вы зрозумели? Тут все околны. Что вы зрозумели? Это вы оценили обстановку? Это были какие-то грабежники, которые напали на вашу... Ну, во-первых, по шуму я думал, что это действительно грабеж. Как вы оценили? Что вы побачили? Как? Ну, человека, будем говорить, какие-то неизвестные люди. Тем более полицейская машина стояла неосвещенная. Она рядом стояла. Это да. Рядом перед чем? Ну, возле происшествия или как это? Возле дома. Возле дома? Да. Она была без мигалок, без этого. С вынкнутыми освещениями приладами? А? С вынкнутыми освещениями приладами. Правильно? Так, вы видели, что Малов держится за ручку, чего вы сказали? За ручку держится? За ручку двери, чтобы открыть дверь. В доме? Это его двор. Это не... Это самое... Во двор. Ручку дверей, которые ведут до домика или двора? Во двор. За калитку. Калитка, да. Правильно я понимаю? Так, пожалуйста. Что дальше? А двое мужчин намагаются его оттягивать? Да. Я понимаю, что вы так довольно взбивчиво... Я говорю, как оно было. Намагаются оттягивать дальше, что происходило? Я говорю, что вы делаете? Я приобрел Малов. А вот ничего. Он говорит, попросил телефон позвонить жене. Это он вернулся с вопросом до полу. До этих человек, двоих? До полицейских. Сколько их было? Угу? Угу? Усюб сколько было? Трое. Одна женщина и двое. Два человека. От оттягивали, как вы сказали. Двое мужчин. Двое мужчин. Что вы сделали? Вы сказали, двое полицейских. Что вы сделали виснованном, что это полицейские? Ну, когда увидел вот этот вот их народный знак. В какой момент вы увидели этот знак? Ну, как ближе подошел. Тут вы из своего дома подошли уже по сравнению до места полиции? Прямо вот так вот. Протной подошел. Дальше відбывалось. Оно. Я говорю, что вы делаете? Что вам вам відповіло? Вы запитали это вопрос у працанников полиции? Конечно. Что вам вам відповіло? Это не твое дело. Он наружу, это самое, это самое, правила уличного движения на улице этого самого. Я говорю, ну здесь Волжская. Он там переехал, две сплошные линии. Я говорю, на Матросова сплошных линий нету. Я сам водителем со стежем. Так, будь ласка. Ну, я же у них спрашивал, естественно. Они давали вам відповіло. Ну, конечно. А что дальше отбивалось? Ну, все это, весь этот час, это в вашей беседе, они стояли и вытягивали Малова от коленок. Нет, потому что же зацепили кайданки. Я же запитаю, что отбивалось дальше? А дальше кайданки засунули и засунули в машину, ну что, все, и больше я его, как говорится, так. Вы засунули в машину? А? Малова посадили в автомобиль? Я правильно понимаю, ваше пояснение? Посадили в автомобиль, який? Полицейский. Патрульный автомобиль, так? Дальше? Ну, все, я его уже не видел. Посадили в автомобиль и сразу отъехали? Ну, наверное же. Ну, вы так были? Не, ну, был. Единственное, что они потребовали вернуть это самое, телефон. Телефон Малова находится? Да. Я же его поднял, потому что они бы его раздавили. В какие моменты делали кайданки? Нарочники? Ну, после этого. Вы видели момент, когда застосовали спецзасоби? Да. Коли это было? Ну, вот Бум говорит, вот их машина стояла, и его калитка приблизительно ну, в четырех метрах. И вот это, вот это, они же его скрутили, начали руки заламывать. Ну, что там? Ну, четыре метра. Ну, я не знаю, я не знаю. Мы там не были. Ну, вот как до девушки, вот как до девушки машина стояла. Ну, расскажи нам, який момент, коли это, как это происходило? Может, вы знаете, как это происходило? Вот и все. В який момент? Вот, вы видели, что они оттягивают его? И все. Вот, посадили его в машину. У меня забрали телефон. В машину садили уже в наручниках? Да. Кайданках? Да. В який момент были одянуты кайданки, и каким чином это произошло? Ну, пока они его тянули, и они же его заломили, и одели кайданки. Что значит заломили? Да руки, руки назад завернули, и это. В який момент, эти два человека? Да. В який момент они его заломили? Да. В який момент они его заломили? Что значит заломили? Да. Ну, как? Завели руки за спину? Ну, конечно. Я не знаю, что это значит. Вы говорите такую фразу. Я вас запитую, что значит заломили? Это когда человек сопротивляется, а ему ломают руки, чтобы завести. Ломают, причиняют переломы кинцов, как вы понимаете? Я не знаю, у него переломы есть или нету. У него есть. В який момент это произошло? В який момент это произошло? Да, только это не движение было, они его тянули. Как тянули? Ну, как? Силку. Человек сопротивляется, а его оторвали от дверей. Вам еще раз повторяю. Я там не была присутка, я не знаю, как вы его тянули. Как сивой тянули. Силой тянули. Повалили на землю, тягнули его за руку. Повалили на землю уже в органах машины. Как сивой тянули, вы говорите? Тягнули можно релизным способом. Вели, тягнули по земле, когда он находится на земле? Нет, пока он еще ишел, а возле машины они его повалили. Провалили на землю? Да. А когда были спецзасы? Ну, уже более дети. В який момент были у дети? Ну, как. С того момента, как вы увидели, что стоят биле фаркану, биле дверей и до... Пока они его вели до машины, они его уже успели идти нарушение. Разумею. Есть еще запитания до суда? Что-то пояснило оперативники полиции? Нет. Кроме того, что они пояснили вам про то, что новому было допущено порушение. Кроме того, что они начали угрожать за телефон, это было. Это было. И говорят, что это вы мне угрожаете или что это? Есть еще запитания? Нет. Нет. Вы можете быть уверены. Изментий паспорт. Спасибо. 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 Добро пожаловать в Кравченко-Катерина. Добро пожаловать в Кравченко. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...